Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена отчетности за 9 месяцев, в частности, налогу на прибыль. А вы видите на экране наши контактные данные, то есть нашу электронную почту, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если, например, по какой-то причине вам оказалось неудобно время проведения нашей встречи, то вы можете позже вернуться на сайт. Мы выкладываем запись наших вебинаров. Возможно, вы найдете там еще какую-то интересную для себя информацию. Итак, сегодня программа нашего вебинара будет состоять из следующих моментов. То есть мы поговорим немножко общей информации по поводу того, кто сдает, в какие сроки сдает, как заполняется, какие тонкости есть при заполнении отдельных листов, ну, про штрафы и немножко поговорим про дополнительные сервисы, дополнительные отчеты. И сейчас у нас будет каким образом построена наша сегодняшняя встреча на слайдах. Мы будем смотреть нормативную информацию, некоторые ключевые слайды, если можно так сказать, и будем переключаться параллельно на демо-базу ERP. Сейчас я переключусь вот таким вот образом. Мы будем смотреть на демо-базе то, про что будем говорить по слайдам и вообще. Первое, с чего хочу начать, сейчас мы снова вернемся к нашим слайдикам. То есть при подготовке отчетности, ну, соответственно, не только по налогу на прибыль, но и по другим декларациям, есть определенный алгоритм, который необходимо выполнить для того, чтобы у вас отчетность сформировалась корректно. На чем, начнем мы немножко с теории, то есть не позже 25 октября нам нужно сдать декларацию за 9 месяцев по прибыли. Ну, как вы знаете, по общему правилу декларации должны подавать организации, которые являются плательщиками налога на прибыль. И, соответственно, это у нас общий режим налогообложения, ну, и часть других компаний, которые выступают как налоговый агент и так далее. По общему правилу отчетность мы направляем по электронным каналам связи в свою инспекцию. Ну, естественно, если ваше предприятие имеет обособленные подразделения, то в этом случае нужно будет сдавать несколько деклараций, ну, в целом по компании и по каждому подразделению, или если их несколько, то по группе подразделений. При этом учитывайте, что если у вас, например, было спящее предприятие, и за 9 месяцев у вас не было доходов и расходов, то это не освобождает вас от обязанности подать нулевую декларацию. То есть с ней вы заполняете уже обязательные листы, мы их еще посмотрим, переключимся на демобазу. Но, тем не менее, сдать декларацию по прибыли вы все равно обязаны. Иначе вы попадаете на все штрафы, которые связаны с непредоставлением отчетности. Ну, и одно новшество, слава богу, за 9 месяцев у нас никаких революционных изменений в налог на прибыль не вносилось. Кроме единственного, но это больше не текущая отчетность, а то, что введен налог на сверхприбыль для ряда крупных компаний. В этом случае они сдают разовую декларацию. И эта декларация, то есть эта отчетность, не затрагивает компании, которые были созданы до 2020 года. И, соответственно, малые и средние предприятия, у которых до начисления налога на прибыль за 2021-2022 год, не превышало 1 миллиарда рублей. Ну, соответственно, это в нашем случае компании малого и среднего бизнеса. В связи с этим обязательно проверьте, поименована ли ваша компания в реестре малого и среднего бизнеса, чтобы уже вы точно были уверены, что вас не коснется это новшество, и налог на сверхприбыль вам не придется платить. Еще одна тонкость – это при заполнении декларации есть определенные листы, которые вы заполняете только в конкретных случаях. То есть общие листы, которые вы должны заполнить, это, естественно, титульный лист подраздела 1.1 и 1.2, лист 0.2 и, соответственно, приложение к нему. Остальные листы вы заполняете только в определенных ситуациях. То есть, например, если у вас был перенос убытка прошлых лет, если вы выплачивали дивиденды, если вы платите за обособленные подразделения, работаете с ценными бумагами, если у вас происходила продажа основных средств, уступки требований, то есть, соответственно, и если вы работаете по каким-то грантам или какому-то целевому финансированию. То есть вот это вот уже можно, эти действия уже можно отнести к определенному алгоритму, который предшествует составлению отчетности. То есть вы должны проверить, что в вашем случае из перечисленных, то, что вы видите сейчас на экране, из перечисленных ситуаций вас касается, и, соответственно, какую отчетность вы должны будете сдавать. И поскольку мы с вами говорим о конфигурации ERP, то здесь есть определенные действия, которые нужно сделать для того, чтобы сформировалась корректно отчетность, ну и, соответственно, чтобы вся отчетность, вы были уверены, что сформируется именно корректно. То есть что нам нужно в этом случае делать? То есть перед закрытием декларации мы должны сделать, так сказать, операции по закрытию периода. Ну, естественно, если у вас есть помеченные на удаление объекты, их нужно удалить. Если у вас остались какие-то непроведенные документы, то их, соответственно, нужно перепровести и проверить дубли. У нас есть в разделе НСИ возможность проверки, поиска и удаления дубли. При этом это самая корректная ситуация, которая может быть, потому что в этом случае программа ищет дубли. Или вы можете назначить основной объект, по которому должны происходить движения. И остальные дубли программа корректно заменяет, сохраняя ссылки и все. То есть это самый корректный способ проведения вот такой операции. И последний – это восстановление последовательности. Восстановление последовательности на самом деле у нас тоже происходит автоматически, когда мы с вами запускаем закрытие периода. В этом случае программа перепроводит документы, восстанавливает их последовательность. И, соответственно, вы можете быть уже уверены, что у вас в этом плане все отражено правильно и формируются и по НДСу, и по прибыли правильные сведения, которые попадут в декларацию. Естественно, проверить, и было ли у нас начисление, если есть наемные работники, начисление зарплаты проведено, или все, или корректно сделано. И операции по закрытию месяца. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу и поговорим чуть-чуть поподробнее про такие алгоритмы. Если вы с ERP уже работали, то вы знаете, что практически все блоки, которые входят в отдельные конфигурации, например, бухгалтерия, зарплаты, управление персоналом, так сказать, финальная часть, это закрытие месяца. Но для того, чтобы оно корректно сработало, нам нужно, ну, во-первых, вызвать эту... перейти в это рабочее место, ну, а во-вторых, выполнить определенные действия. Перейти в раздел для формирования декларации, то есть обособленное рабочее место. А 1С отчетность мы можем либо через меню «Главное», и здесь «Задачи», через «Задачи», то есть если вы ведете задачи в предприятии, то вы можете перейти через «Задачи». Ну, самый, наверное, распространенный и широко используемый переход это через регламентированный отчет, регламентированный учет, и вот он у нас здесь, раздел 1С отчетность. И мы переходим в раздел 1С отчетность через журнал регламентированных отчетов. То есть вы видите сейчас форму журнала, и здесь возникают иногда вопросы, а почему у меня вот здесь вот, например, один перечень, а вот какой-то конкретной другой декларации, я не вижу. Здесь мы должны обратить внимание на следующее. По кнопочке «Создать» у нас открывается вот такое вот меню, и есть закладка «Избранный», есть закладочка «Все». То есть на закладке «Избранный» отражается отчетность, которая у меня уже либо сформирована, либо я ее уже сюда выбрала. Если я здесь не нашла какой-то отчетности, то через меню, через закладочку «Все» я нахожу нужный мне раздел. Ну вот, например, возьмем налоговую отчетность. И уже в налоговой отчетности выбираю то, что мне требуется. Например, декларация по налогу на прибыль, или по НДС, или по упрощенке. Ну, то есть выбираю нужную мне отчетность. И в этом случае я вот выбираю налог на прибыль, нажимаю клавишу «Выбрать», и у меня, во-первых, эта отчетность перенесется в общий список, в «Избранные», ну, а во-вторых, я могу уже формировать отчетность. Ну, например, отчетность мы возьмем по промресурсу, у меня там были какие-то операции, и здесь обратите внимание на подсказочку. То есть здесь у вас сразу высвечивается отчетность, которая должна быть создана за текущий период. В нашем случае это за 9 месяцев 2023 года. И есть вот такая ссылка на изменения законодательства. То есть вы можете проверить, поскольку у нас в этом году было достаточно много изменений, разные декларации, разные отчеты вводились, изменялись, по новым формам были и так далее, то вы можете посмотреть историю изменения, вот по вот этой ссылке. Ну, и, естественно, на что нужно обратить внимание, что если вы подошли к сдаче отчетности, то у вас должен быть установлен актуальный релиз конфигурации. То есть, чтобы вы были уверены, что в вашей конфигурации уже учтены все изменения, все дополнения, и что вы подаете сведения по нужному формату. Сделать мы это можем вот таким образом, через такую пиктограммку. Мы с вами переходим в меню, и нас интересует пункт, отмеченный пиктограммой и с точечкой, то есть информация. В этом случае мы с вами видим информацию о платформе 1С и о конкретной конфигурации, в которой вы ведете свою базу. То есть вы видите, что у нас 2, 5, 12. Это не самый последний релиз, но этот релиз содержит актуальные отчетные формы и так далее. То есть если вы видите, что здесь у вас один релиз, а вышло уже достаточно много других, то естественно вам требуется обновить базу, чтобы не оказалось, что у вас недоступна вам форма, которую необходимо составить и подать. Дальше у нас здесь традиционно никаких изменений не было, то есть я просто создаю новую отчетность. А в этом случае у меня формируется новый бланк и, соответственно, заполняются данные, которые у нас указаны в первоначальных настройках, в сведениях об организации, которые мы задали. То есть это налоговый орган, то есть это период налоговый и по месту нахождения. Обратите внимание еще на такой момент. Сейчас было достаточно много изменений и в том числе небольшая реорганизация налоговых органов. То есть были выделены налоговые инспекции, которые работают, например, с упрощенкой и налоговые инспекции, которые работают с общережимными предприятиями, со СНО и так далее. Поэтому вот в этом, при формировании такого бланка, в нашем случае это титульный лист, обратите внимание, какой код у вас здесь указан, то есть по месту нахождения российской организации или по каким-то другим признакам вам нужно сюда поставить. Еще напоминаю такой момент. То есть во всех отчетах в 1С, в рекламентированных отчетах, поля, которые отмечены желтым цветом, заполняются, ну, во-первых, по умолчанию, но если вы, например, при первоначальном запуске программы поленились и заполнили не всю информацию, то поля, отмеченные желтым кодом, доступны для ручного редактирования. Поэтому, когда вы первоначально проводите запуск программы, нужно обратить внимание, всю ли информацию вы заполнили. Заполняется эта информация, напомню, через раздел «МСИ» и «Администрирование». И если у вас включен мультифирменный учет, то есть несколько организаций, то через меню «Организации» вы можете зайти в карточку «Организации». Допустим, вот в нашем случае я выберу вот эту организацию «Андромеда Плюс» и заполнить сведения про организацию, которая указана в регистрационных данных. То есть вот вы видите, у меня, я халтурила первоначально, и, соответственно, у меня многие поля не заполнены. Есть возможность по-другому облегчить себе жизнь. То есть если у вас подключена функция проверка контрагента, эта функция у вас, если подписка ИТС проф, доступна вам бесплатно, если ИТС техно, то за небольшие деньги. И, соответственно, когда вы вводите вот в это поле ваш ИНН, используете вот такую пиктограммку, то дальнейшая информация у вас заполняется автоматически из источников, которые содержат сведения о вашей организации регистрационной в открытом доступе. То есть ИГРЮ и другие. Соответственно, в этом случае будут заполнены все сведения по юридическим адресам. Ну, то есть вся информация, которая вот у меня в данный момент пропущена, регистрационные данные по фондам. Обратите внимание, несмотря на то, что у нас сейчас работает Единый Объединенный Социальный Фонд России, регистрационные данные здесь сохраняются те, которые были при функционировании по раздельности Фонда Социального Обеспечения, то есть ФСС, Пенсионного Фонда и так далее. Ну и, соответственно, все сведения, которые дальше есть, вы можете использовать по гиперссылкам, зайти и заполнить свои данные. В этом случае у вас при формировании декларации уже эта информация будет подставлена, и вам не придется в режиме ручного редактирования ее дополнять. Ну и по учетной политике, как я уже сказала, налог на прибыль сдают пользователи, которые применяют общий режим, налогообложения, то есть вот настройки системы налогообложения, и по закладочке «Изменить» мы можем поставить ту информацию, которая нам требуется. Сейчас мы это позакрываем, чтобы это нам не мешалось. Так, и поговорим сейчас про титульный лист. Как вы видите, автоматом у меня заполнены сведения, которые я все-таки внесла, а не поленилась своевременно, и, естественно, дата создания декларации. Сейчас мы снова переключимся с вами на наши слайдики и поговорим вот о чем. То есть перед тем, как формировать декларацию, нужно напомнить о том, что декларации, допустим, и прибыль, и НДС формируются по данным налоговых регистров. Для бухгалтеров, которые переходят на ЕРП, допустим, с бухгалтерии, достаточно большую сложность вызывает тот факт, что в ЕРП присутствует несколько видов учета, то есть не только бухгалтерский, но и налоговый, оперативный и управленческий. И, соответственно, декларации, которые мы формируем для налоговых органов, у нас формируются по данным регистров, точнее налоговых регистров. Регистры налогового учета у нас подразделяются на четыре группы. Вы видите наименование этих групп на экране, то есть регистры хозяйственных операций, сбора информации и так далее. И располагаются они сейчас, вот мы посмотрим слайдик, а потом переключимся на регистры, где мы можем найти эти регистры, в саму программу. То есть сами по себе налоговые регистры, регистры именно налогового учета выглядят вот таким образом. То есть регистры формирования отчетных данных, промежуточных расчетов и так далее. И все, что у нас вот здесь перечислено, это гиперссылки, по которым мы можем провалиться в конкретный регистр регистры посмотреть, если нашли какую-то ошибку. Но на самом деле, если вы правильно ввели первичку, если вы правильно отразили все, что требуется, то записи в регистрах сформированы автоматически и очень-очень нежелательно проводить какие-то ручные корректировки. Сейчас мы с вами снова переключаемся на демо-базу. Вот так. И смотрим вот что. То есть раздел регламентированный учет. И здесь нас, кроме того, что мы с вами были в разделе 1С отчетность, который нас и дальше будет интересовать, мы будем на него переключаться. Вот в этом разделе, подразделе точнее, бухгалтерский налоговый учет, есть пункт регистры налогового учета. То есть это как раз та пиктограммка, которую мы с вами только что посмотрели. И вот наши регистры, которые сформированы, мы можем зайти и сформировать за определенный период, например, там за месяц, сформировать вот такая форма самого регистра, ну естественно, которые будут содержать данные. Еще раз повторяю, что корректировать регистры каким-то образом, кроме документов, очень нежелательно, потому что в этом случае у нас будут отсутствовать либо регистры управленческого учета, либо оперативного учета. Ну то есть целостность программы и формирования других отчетных документов будет нарушена. Значит, для нас при составлении отчетности самый основной, наверное, раздел это вот регламентированный учет и финансовый результат. Почему я говорю про финансовый результат? Потому что ERP имеет особенность, которая непривычна для бухгалтеров, работающих, допустим, в бухгалтерии до этого. Это то, что проводки формируются по окончании периода при закрытии месяца. А первоначально формируются движения по управленческому учету, по оперативному учету. То есть перед тем, как выполнить закрытие месяца, у нас с вами есть возможность посмотреть, так сказать, предварительное закрытие месяцев и пройтись по дополнительным помощникам, которые, как отдельные рабочие места организованы, например, помощник по учету НДС, либо операция закрытия месяца. Но перед тем, как делать закрытие месяца, мы можем себя проверить. У нас есть отражение в разделе регламентированный учет, у нас есть отражение документов в регламентированном учете. То есть в этом случае, когда я перехожу в этот раздел, у меня открывается вот такое диалоговое окно, и, собственно, я могу выбрать одну организацию какую-то или могу выбрать несколько, если не выбирать здесь конкретно организацию, будет по всем моим юрлицам сформирована. Ну и вот я выбираю период, за который меня интересует и, например, поставлю, выберу произвольную дату и выберу, что я хочу сформировать на 30 сентября, то есть конец периода и выбираю обновить состояние. Это очень удобный дополнительный инструмент, дополнительное рабочее место, потому что в этом случае у меня будет отражаться вся информация про мои первичные документы, то есть видите, документы, которые требуют проверки. У меня вот он один есть и выполняю, ну то есть дата с какого момента. и то же самое, вот самое опасное, наверное, для формирования по прибыли, это ручное изменение проводок документов, потому что в этом случае документы не перепроводятся, проводки, классическая корреспонденция счетов не восстанавливается, остается та, которую вы ручками ввели, и это может быть не всегда корректно. вот вы видите, у меня отражаются две ручных операции, то есть это операции, которые отражают какую-то нестандартную чаще всего ситуацию, в моем случае это получается ввод начальных остатков, ну ввод начальных остатков это в принципе не такая большая проблема, то есть если вы начали уже с этих данных, то они будут как стартовые, ну и по проводкам, то есть на закладочке бухгалтерский управленческий налоговый учет, вы можете посмотреть, какие проводки у вас были сформированы, и соответственно какие данные введены, ну то есть данные интересуют в первую очередь субконта, потому что в последующем, если вы задали например пустой субконт, как вот здесь, то у вас могут не пойти либо взаиморасчеты, либо еще какая-то будет другая проблема, ну и как ваши документы отражаются в учете, то есть есть ли какие-то счета, которые вы не настроили, и соответственно если у вас какое-то автоматическое проведение настроено, то если не проведены вот в моем случае два документа, можно настроить автоматически, но это как бы мы эти настройки пока сегодня рассматривать не будем. Снова возвращаемся к нашим слайдам, то есть перед тем, как проверить, приступить к закрытию месяца, лучше, конечно, запустить вот такую проверку и проверить, как у нас отражены документы в регламентированном учете, то есть чтобы быть уверенным, что вы все проверили и у вас в декларацию по прибыли попадают все ваши документы. Еще немножко теории, то есть посмотреть, какие у нас сформировались расчеты при формировании декларации по налогу на прибыль и при закрытии месяца, мы с вами можем опять же в разделе регламентированный учет, бухгалтерский налоговый учет, справки расчеты, возвращаемся в демо-базу и смотрим регламентированный учет, справки расчеты, вот они наши справки расчеты, переходим сюда и здесь достаточно большой, как вы видите, ассортимент отчетов, но чаще всего интересуют, ну, во-первых, если у вас были основные средства, какие-то операции с основными средствами, то проверить начисление амортизации основных средств нематериальных активов, то есть, соответственно, расчет остальных налогов, если требуется, земельный, там, транспортный и расчет по налогу на прибыль, то есть, расчет по налогу на прибыль, это, наверное, основной документ, который нужно, который нужно обратить внимание, ну, я вот так поставлю, пусть будет у меня, пусть будет июль, то есть, собственно, сам принцип формирования такого документа такой же, как и у всех отчетов, то есть, мы задаем период, выбираем юрлицо и нажимаем волшебную кнопочку сформировать, в этом случае у нас получается справка вот по такой форме, которую можно прилагать уже к конкретным документам, снова возвращаемся к нашим слайдам, и есть еще один момент, который помогает проверить расчеты, проверить подготовку вашей информационной базы для составления налога на прибыль. В этом случае, опять же, мы используем раздел регламентированный учет под раздел отчеты. Переходим с вами к нашей конфигурации и выбираем регламентированный учет, выбираем, вот он у нас есть раздел отчеты, видите, и здесь есть дополнительный сервис, это анализ учета по налогу на прибыль. Таких рабочих мест, таких отчетов в ERP есть несколько, один из них по учету налогу на прибыль, есть по упрощенной системе и так далее. Значит, вот если мы переходим в анализ учета, то вот такая вот возможность проверить по каждому разделу данные соотношения, ну, то есть выявить какие-то ошибки. Да, завершить. Здесь обратите внимание, здесь недостаточно нажать крестик, здесь необходимо еще вот подтвердить, что да, я не просто хочу выйти, допустим, в предыдущий раздел, я хочу вообще попрощаться с этим отчетом, я там все проверила, все у меня хорошо. Значит, после того, как мы с вами провели вот такие проверки, то есть поработали со справками расчетами, посмотрели, что у нас сформировалось, посмотрели состояние по налогу на прибыль, мы с вами можем уже действовать дальше, двигаться, и в этом случае мы продвигаемся с вами регламентированный учет, вот вы видите, у меня выделены справки расчеты и анализ учета, то есть то, что мы с вами только что ручками потрогали, и вот проверка состояния налогового учета по налогу на прибыль. И в этом случае еще слайдик, который отражение документов в регламентированном учете показывает, то есть это, так сказать, ключевые этапы, которые нам до формирования декларации, до формирования закрытия месяца необходимо будет выполнить. А вот теперь, после того, как мы выполнили вот эти проверочные действия, мы с вами можем приходить к конкретно закрытию месяца. То есть выглядит у нас вот такой вот интерфейс будет, живет он у нас уже немножечко в другом месте, сейчас мы переключимся. Это у нас раздел финансовый результат и закрытие месяца. Закрытие месяца это в принципе вот такая последовательность выполняемых операций, причем в ERP наверное один из самых таких корректных и легких этапов, потому что операции выполняются автоматически. Здесь есть однотонгость, обратите внимание, допустим, в бухгалтерии, когда сформируете закрытие месяца, во многих случаях необходим монопольный доступ. В ERP монопольный доступ не требуется и при проведении закрытия месяца вы можете спокойно выполнять еще какие-то другие операции, ну естественно не влияющие на закрытие месяца, ну то есть переключаться на другие разделы и работать с этими разделами, а закрытие месяца будет формироваться как фоновая операция. Там, где у нас прошли без замечаний этапы, мы видим вот такую картинку, если что-то где-то накосячено, то соответственно будут либо вот такие пометки, что не выполнено какое-то действие и предложено например распределить, то есть выполнить это действие принудительно, либо вот такие предупреждения, то есть рекомендуется осуществить переход на новые режимы, ну и совет, что необходимо, корректировать в закрытии месяца все можно очень легко, то есть мы переходим по гиперссылке и проверяем, ну во-первых проверяем ошибки, то есть конкретно указано, что не сделано и почему не сделано и после того, как мы выполнили, мы имеем картину, которая иллюстрирует в общем-то все состояние учета. Еще обратите внимание, операция по закрытию месяца у нас может быть как окончательная, так и предварительная, то есть при предварительном закрытии месяца у нас с вами не происходит пересчет себестоимостью, то есть не пересчитывается себестоимость сырья и ТМЦ, которая передается в производство. Если мы делаем окончательное закрытие месяца, то соответственно себестоимость пересчитывается, пересчитывается себестоимость ТМЦ, которые для производства переданы и соответственно которые формируют складские остатки видите я не выбирала конкретного конкретного юрлица и соответственно у меня есть предупреждение что закрытие месяца у меня проведено по всем компаниям еще обратите внимание на такую тонкость то есть если вы в настройках включили что у вас работа режим intercompany то в этом случае по организациям по юридическим лицам которые входят в раздел intercompany у вас будет возможность только по всем организациям выбрать так сейчас снова возвращаемся к нашим слайдикам и хочу обратить внимание вот на такой момент то есть мы с вами выполнили все так сказать ритуальные телодвижения которые необходимы для закрытия месяца подготовки отчетности то есть мы проверили ошибки проверили наличие всех документов выполнили закрытие месяца и теперь мы можем с вами приступать к формированию уже конкретно декларации на прибыль мы с вами перед этим посмотрели что революционных изменений у нас не происходило отчетности по прибыли что используется актуальная актуальная релиз конфигурации и соответственно можем переходить к формированию отчетности как я уже говорила отчетности чаще всего формируется из раздела регламентированный учет и когда мы с вами переходим на демо версии вот например переходим регламентированный учет я выбираю регламентированные отчеты то есть рабочее место регламентированные отчеты и пытаюсь создать какую-то новую декларацию например вот меню создать я выбрала налоговую выбрала декларацию по налогу на прибыль это мы с вами уже проходили выбрала вот например промо ресурс и нажал кнопочку создать у меня открылась диалоговое окно титульный лист мы с вами уже посмотрели разобрали и дальше то что обязательно к заполнению то разделы 1.1 1.2 и лист 02 соответственно с разными приложениями если мы с вами переключаемся на раздел 1.1 то здесь соответственно задается коды которые мы задавали при первоначальных настройках кбк которые у нас идут федеральные бюджеты и раздел 2.2 у нас с вами тоже отражает вот такую разбивку которая заполняется по регистрационным данным ну соответственно мы ставим здесь флажочек если у нас присутствуют такие и переходим к листу номер 2 лист номер 2 если мы открываем вот таким образом у нас открываются к нему приложения и здесь вот у нас опять действует желтые поля это то что мы можем вручную заполнить светло-зеленый цвет это информация из налоговых регистров которые у нас отражается вот в этих полях а темно зеленое поле это собственно итоговая суммировалась итоговая цифра которая суммирует те которые заполнились по данным нашего налогового учета и здесь обратите внимание вот если мы лист номер два открываем здесь есть такая тонкость как вы видите здесь вот у нас есть флажок чекбокс который мы можем проставить и можем наоборот снять но естественно по умолчанию он проставляется и тонкость которая есть у нас находится в признаке налогоплательщика хотел на него обратить внимание то есть например если ваша организация зарегистрирована как резидент особо экономической зоны например владивосток или калининград то в этом случае вы должны будете заполнить два заполнить по двум признакам то есть 0 1 это обычный вид деятельности который вы ведете и если вы являетесь например резидентом особо экономической зоны то вы заполняете еще один лист с кодом 0 3 и вот здесь вот вы должны указать сведения о свидетельстве о регистрации по которому вы зарегистрированы как резидент особо экономической зоны ну естественно если в вашем случае вы применяете какие-то другие то есть имеете какие-то другие особенности являетесь участниками например инвестпроектов и так далее то соответственно у вас должно быть столько листов сколько признаков налогоплательщика применяется и здесь у нас по умолчанию ставится ставка которая для общего режима предусмотрена ну а если вы выбираете что у вас например 0 3 то есть резидент здесь вы указываете уже те ставки которые действуют в вашем случае то есть например либо вы освобождены от налога на прибыль либо уже вы являетесь плательщиком с 50 процентной льготой и так далее но сейчас мы с вами вернемся к нашим слайдиком то есть это вы видите у нас акцентировано так сказать внимание на том моменте откуда мы можем попасть в режим составления декларации мы с вами здесь уже несколько раз были когда переключались на нашу демо базу и собственно говоря мы с вами это уже видели а вот теперь мы переходим к тому как какие есть особенности при практическом формировании самой декларации мы сейчас переключимся с вами снова на демо базу а потом вернемся к этому слайду чтобы заострить ваше внимание то есть например если у вас присутствуют какие-то операции которые требуют особенного отражения то есть например если вы хотите включить убытки прошлых лет которые у вас выявились вот сейчас в текущем периоде то соответственно вам нужно будет заполнить определенные стройки в определенных приложениях мы к этому немножечко позже вернемся и и посмотрим еще это на практике то есть соответственно возвращаемся в демо базу и последовательно пройдем по ну как бы дополнительным приложением ну естественно доходы от реализации в ней реализационные расходы то есть сюда должны у вас поставиться ваши данные которые у вас есть в вашей базе данных достать их можно через кнопочку заполнить и в этом случае вот вы видите у меня про ставились определенные цифры но вот я знаю что у меня по данному конкретному лицу выручки не было а я знаю что что у меня например может быть я чтоб неправильно провела или еще что то ну вот я в нашем случае поставлю здесь вот пятьдесят тысяч выручку и буду считать что это у меня сформировала программа что у меня по учету такая выручка присутствует и соответственно в этом случае она у меня отразится и в общем расчете который нарастающим итогом за девять месяцев сформируется то есть вот видите у меня сюда попала выручка дохода от реализации и соответственно если я хочу чтобы у меня сюда попали какие-то дополнительные сведения мне необходимо на конкретном листе эту информацию ввести то есть если я знаю что у меня по какой-то причине не попала вас в расчетную сумму какая-то какое-то значение или так далее то я ввожу его на нужном приложении вот видите у меня здесь отражена отражены косвенные расходы и я могу использовать еще одну подсказку то есть у меня есть возможность посмотреть расшифровку что у меня попало в данную конкретную ячейку очень часто требуется например предоставление документов ну тех же декларации для банковских структур если вы имеете какие-то кредитные продукты там например кредитную линию какие-то кредиты авердрафт и так далее то банковские системы то есть банк требует предоставления дополнительной информации из вашей отчетности но соответственно вот таким вот образом через кнопку расшифровать я могу и себя проверить то есть проверить что у меня попадает все верно или не все верно ну естественно сформировать для банков конкретно расшифровку желтые поля напомню это у нас поля которые требуют ручного ввода ручного редактирования и соответственно обратите внимание на метод начисления амортизации то есть он стоит отдельно то есть я выбираю либо линейный либо не линейный и вот сюда вот ставлю уже нужно мне значение но все вот это что я вам рассказывал действует только в том случае если у вас либо неправильно сделаны какие-то настройки либо вы вы точно знаете что эти данные у вас не попали по какой-то причине в нужные налоговые регистры и если у вас все благополучно то вам достаточно кнопочки заполнить ну и соответственно проверить нужную информацию а теперь снова вернемся к нашим слайдам и обратите внимание то есть мы делаем акцент на том что если у нас имеются основные средства амортизируемые и которые мы при которые мы предназначены для продажи точнее не так не предназначена по которым происходила продажа то эта информация у нас будет в приложении номер три к листу 02 у меня есть вот на слайдике выделенная выделены ну как бы выделенные строки и мы сейчас с вами посмотрим еще на нашей домобазе приложение 3 к листу к листу номер 2 и еще один момент если мы с вами например сейчас выберем так нет извините неправильно выбрала снова вернемся к нашей домобазе наоборот извините в слайды и здесь если например у нас положительной курсовой разницы и так далее то мы их отражаем вот увидите по сотой строке если у нас амортизируемое имущество мы его показываем приложение номер 3 если не амортизируемое основное средство то это у нас приложение номер один к листу 02 указываем выручку вот по такой статье и если продажа без НДС то в строке номер 60 к листу номер 2 к приложению номер 2 к листу номер 2 мы указываем цену покупки и расходы которые нас сопровождают эту продажу а положительные курсовые разницы и отрицательные курсовые разницы мы показываем по строкам 100 и 200 то есть это у нас в ней реализационные доходы снова возвращаемся к нашим примером в нашем тестовой базе и соответственно здесь мы заполняем то что касается конкретно вашего юрлица и вот еще какой момент то есть после того как мы с вами запомнили необходимые нам листы практически это лист номер 2 с разными приложениями и обращаем внимание на вот эти вот признаки налогоплательщиков и на коды налогоплательщиков вот мы с вами заполнили декларацию сейчас я вернусь вот сюда поклопление и напомню что если вы имеете признак налогоплательщика отличный от общего то вы добавляете сюда страницу соответственно у нас будет часть сведения отражена по 01 стране по 01 коду а часть например по 03 если вы являетесь резидентом особо экономической зоны ну либо какой-то другой код который здесь у нас присутствует после того как мы закончили формирование отчетности мы с вами ну во первых сейчас я сделаю записать чтобы мне осталась эта декларация проверить выгрузку то есть здесь у нас не появилось ничего нового то есть у нас здесь вот отражена моя декларация вот стоит статус в работе я хотела обратить ваше внимание вот на какой момент что привычный нам способ подачи декларации это через операторов электронных каналов связи то есть это может быть избис контур астрал то есть любой оператор ткс но в настоящий момент в 1с присутствует еще дополнительный сервис мы его можем найти через меню регламентированный учет и вот этот раздел 1с отчетность это не только название самого раздела но это еще и название сервиса 1с отчетность а то есть если мы переходим с вами в раздел 1с в раздел 1с отчетность у нас есть возможность использовать этот сервис если у вас подписка 1с проф то в этом случае вам доступен для одного юрлица бесплатно если у вас подписка и тс техно то за небольшие деньги то есть это порядка допустим 4800 рублей за год в зависимости от количества лицензии сколько вам нужно и в этом случае что такое это отчетность то есть это отчетность которую мы можем сдавать напрямую именно в налоговые органы минуя операторов ткс то есть мы оформляем отчетность в самой программе мы переходим в отчетности вот эта программа сама себя похвалила когда мы переходим в общий журнал то обычно вот как это такое рекламная рекламная такая рекламная ссылка и мы переходим из нашей конфигурации напрямую на сайт налоговых органов и соответственно в этом случае мы экономим достаточно времени на то чтобы не терять его при пересылке оператору почитать по подробнее про этот сервис мы с вами можем из этого рекламного окна вот по такой гипер ссылки то есть если мы переходим сюда то проваливаемся и видим более подробную информацию о том что это такой сервис какие он нам дает преимущества и в чем облегчает жизнь ну и соответственно если вы решили что это вам удобно нужно то подключиться к этой отчетной к это к этому сервису можно прямо здесь здесь не будет требоваться помощи системного администратора это достаточно несложно а вот время экономить достаточно существенно потому что вот обратите внимание на что когда вы в разделе переходите в журнал регламентированная отчетность у вас есть вот такие вот пункты меню которые можете выбрать там ну сделать какие-то операции так далее если мы переходим в журнал то эти пункты нам доступны вот верхней линейки меню и вы точно так же можете перейти по этим разделам здесь еще один интересный момент это то что у нас здесь есть возможность перейти напрямую личные кабинеты которые зарегистрированы в налоговых органах в едином объединенном фонде ну и дополнительно как вы видите госуслуги статистика банк россии вот банк россии тоже очень интересный сервис который помогает формировать отчетность для банковских организаций если вы пользуетесь какими-то их ними дополнительными продуктами и например если вы получаете какие-то уведомления то есть самое такое опасно наверное случай это когда налоговые органы присылают вам уведомления о том что ваша отчетность при признана не предоставленной то есть вы ее могли отправить вовремя в нужные сроки без всяких нарушений но через какое-то время вам приходит вот такое уведомление что ваша отчетность признана не предоставленной в этом случае у вас есть пять рабочих дней для ответа на эту на эту претензию то есть подачи каких-то пояснений объяснить записок и так далее в противном случае соответственно ваша организация попадает под все имеющиеся штрафные санкции которые связаны с не предоставлением отчетности или с нарушением предоставления то есть это и штрафы и пение все что предусмотрено в таких случаях то есть имея такие выходы личный кабинет очень сложно отслеживать нужную информацию ну например по бывшему фсс обратите внимание что сейчас раньше было написано то есть просто фсс сейчас это уже сфер то есть бывший фсс бывший пенсионный фонд и так далее каких случаях напомним еще раз каких случаях может быть ваша отчетность признана не предоставленной то есть не то что она содержит какие-то ошибки еще что-то а именно не предоставленной может быть отчетность признана не предоставленной В том случае это уже достаточно давно вступившие в силу законодательные требования. Если выявлены следующие нарушения, то есть обратите внимание, то есть если ваша отчетность подписана неуполномоченным лицом, то есть либо вы своевременно не переоформили подпись, либо по каким-то другим причинам, но подписали отчетность лицом, который неуполномочен ее предоставлять. Если ваша отчетность подписана дисквалифицированным лицом, ну про смерть подписанта это чисто мошеннический вариант, то есть если ваша отчетность подписана умершим руководителем, а вот если в отношении вашего руководителя внесена запись в игре о недостоверности сведения, вот это к сожалению достаточно часто встречающаяся ошибка. То есть, например, ваш руководитель поменял паспорт по возрасту, а кадровики не отследили ситуацию. Или, например, вступил в брак и изменил фамилию. То есть когда сведения о состоянии паспорта в официальных вступниках одни, а в игре другие. То есть в этом случае вот эта ситуация очень распространена, к сожалению, и, к сожалению, не так быстро ликвидируется. То есть вы должны будете подать, во-первых, сведения об изменении данных в игре, а во-вторых, потом еще приложить усилия, чтобы исключить вашу организацию из всех черных списков, куда она попала, из-за наличия вот такой вот записи. Ну и, соответственно, вы видите еще здесь перечисление других ситуаций, в которых может произойти такое нарушение. И один из, вот последний пункт, как вы видите, то есть при составлении декларации. Это касается в основном НДС, но, естественно, и прибыли тоже. То есть если у вас при отправке, при подаче отчетности в налоговые органы обнаружено расхождение с контрольными соотношениями, либо содержатся ошибки в расчете по страховым взносам. Как вы знаете, у нас сейчас пенсионный фонд объединен со страхом. То есть если у вас обнаружены ошибки в отчетности по ЕФС, ЕФС-1, например, или какие-то другие, то, естественно, вы точно так же можете получить уведомление о том, что ваша отчетность признана непредоставленной. Действует это положение с 2021 года, но поскольку сейчас большое внимание уделяется именно вот этим атрибутам, то обратите на них внимание, это во-первых. А во-вторых, обратите внимание на то, что сейчас уже ведется работа с машиночитаемыми доверенностями. То есть лучше озаботиться до сдачи отчетности тем, каким сотрудникам вы можете делегировать подписание, например, какой-то отчетности. Ну, например, главному бухгалтеру, если разговор идет о налоговой отчетности, если, например, это отчетность по кадровым мероприятиям, это могут быть и главный бухгалтер, и кадровый работник, то есть в этом случае на них должны быть оформлены соответствующие подписи, либо квалифицированная электронная подпись, либо машиночитаемая доверенность. Сейчас, к сожалению, наше время уже подошло к концу, и мне хотелось бы вернуться в начало нашей встречи, то есть на титульный лист, еще раз показать вам наши контактные данные, пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. Мы выполняем весь спектр услуг с программами 1С, так что милости просим. На этом разрешите с вами попрощаться. Всего вам доброго, хорошего рабочего дня. Приглашаем вас на новые встречи. Продолжение следует...